всем доброе утречка всем приветик я сегодня стала с таким хорошим настроением есть повод у нас сегодня с моим мужем 12 лет совместной жизни конечно очень жалко что его нет дома его нету дома не в этот знаменательный день и скоро у него день рождения его тоже не будет в общем ну что теперь поделать такова наша жизнь небольшой разлуки но мы прожили 12 лет это это очень много для меня мне кажется я всю жизнь вместе с ним как бы без него я вообще как будто бы себя и не помню не было меня так что если он будет смотреть это видео он будет смотреть хочу сказать что я очень тебя люблю но мы собираемся в садик у нас сегодня обычный как будто бы обычный день сегодня будний день даже не выходной даже никакой застолье не устроишь по этому поводу поэтому мы собираемся сейчас тут сидит милена всем привет всем привет милена вот собираемся в садик милена сегодня выступает у нас будут они для малышей для если и выступать танцевать валенки валенки не подшить так что вот ладно пошла греть машину у нас сегодня на улице было минус двадцать пять ночью поэтому машина вся замерзла нужно греть и поедем всем доброго утром доброе утро здравствуйте бабушка собрались завтракать жена куда лезешь ты куда лезешь сейчас бабушка тебя быстро выгонит только я за только я за порог и ты за порог же не мама ваша купила и какие-то эти жанка а так она шуршит на вот тебе один ну вот хватит они там еще с начинка внутри какие-то шоколадные снеки заливать молоком и вкусный должен быть молоко не открыла потому что внутри шоколад вкусненько поеду на массаж раз когда поеду на массаж покажу вам в этом какая там красивая природа они прямо живут я к ним уже не первый раз езжу они живут прям в таком сосновом бару прям так здорово там летом можно на велосипедах кататься ну прям вообще там очень круто так все сделано асфальтировано что-то на бабушку смотрит смеется так что вот сейчас поеду сейчас поеду жанна вон домогается до бабушки скажи вкусняшка там какой-то делает меня скажи не угощает ухота бабушку жанка это лиза там лазит там лежит ангелочек высыпалась что-то из баночки ничего а там кофе было маленько ну так вот ну так вот конечно ты же воронила вот этот ангелочек раньше висел у милены на фотографии в зале я уже не знаю куда его прятать она его везде достает лиза прям зубах как носит как собака я его положила уже сюда она просто подходит к фотографии просто ее роняет в общем она оклемалась и стала еще пойдешь на улицу пойдешь не надо подойдет чё жанночка чё она тебе не кормит не поет ухота бабушка не кормит не поет жанночку смотрите какая тут красота сейчас я заеду прямо попадем с вами в сосновый бор тут вообще замечательная природа прямо в дома стоят в лесу и здесь левее значит озеро ильмень называется прямо супер вообще очень тут красиво чистый воздух прям харли дорожка здесь но сейчас не видно под снегом здесь все асфальтированное очень красивые домики прямо вообще тут очень хорошо здесь вот дома еду рано на 10 минут раньше еду пока потихонечку поеду покажу вам вообще здорово прям ну конечно вот добирается только то что до работы или там в садик детей это конечно без машина отсюда уже сложновато этой до остановки далековато а если люди ну конечно ну вот впереди уже вот это дом в принципе в которой я еду а так в принципе здесь бедные не живут здесь такой район поселок что здесь естественно у всех машина да и не по одной поэтому вообще шикарный такой райончик около леса тихий спокойный и у людей сады огороды выходят прямо на лес вот если вы видите то там за домами уже лес вот кстати муж уезжает хозяйки на работу приехала я уже домой бабушка тут у нас заполнила документы в школу и хотела вам рассказать бабушка хотела вам рассказать как она солит огурцы меня часто спрашивают и его чтобы не не писать она расскажет ну-ка расскажи мама свой рецепт вкуснейших огурцов все очень просто просто некоторые которые солят наверное ложат много больше соли чем сахара поэтому не получается соленые огурцы а я добавляю больше сахара короче заливают также двумя водами я ложу туда укроп листья хрена если есть корешки хрена и корешки хрена листья вишни и смородины на глаз все все на глаз по два по три по четыре по пять листочков какого хочешь чтобы больше вам вкус все теперь укроп обязательно с этой с макушечкой соцветия до обязательно и чеснок теперь горошек черный горошка все выложите черный горошек я еще ложу горчицу горчица горошком вот это горчица обязательно все первую воду укладываю всю эту зелень я ее в кипяток она побоет маленечко в кипятке у меня и я ее все складываю по баночкам сколько у меня баночка получается все по баночкам складываю ну вот допустим на трех литровую банку огурцов сколько ты кладешь соли и сахару на трех литровую банку огурцов в общем первой водой вы залили все она простояла пока можно банку трогать чтобы слить воду слили эту всю воду и в эту воду выложите я ложу я ложу две ложки сахара столовая и одну ложку соли и вода закипает как вода закипела я не полную ложку столовую уксуса девятипроцент нет уксус а и сенсию вливаю и она как зашипит закипела но где-то минутой секунд тридцать на прокипела осела на все я заливаю сразу закатывать переворачиваю и туда листики смородины хрен уже на глаз нет это все у меня в огурцах лежит лежит и ты заливаешь вот этой водой потом уже да да это первой водой заливаю но там лежит второй водой заливаю только вода соль сахар все и сенсия больше ничего все закатываю закутываю все все ясно спасибо так сегодня с лерусь кай далее русь мы решили приготовить домашний пломбир что нам до этого понадобится нам понадобится вот такие вот вафельные коржи вот такая вот форма можно другая и коржи конечно и нормальная коржи конечно лучше бы круглые круглых не было лиза это что за саранча ты лезешь обезьяна о господи в общем берем мы такие коржи сейчас я их вот сюда вот выложу и но наверное мне придется в общем я сейчас вот так вот их сломаю и дно тоже заложу этими коржами чтобы значит у нас вся потом масса которую мы будем сюда выкладывать чтобы она у нас подлегла вся на коржики просто у меня вот если бы была вот такая вот какая-то форма нужно с длинными бордиками то конечно я бы и воспользовался у меня вот нету поэтому буду сейчас что-нибудь сейчас получишь меня чего-нибудь выдумывать ну вот так вот конечно не очень красиво но в принципе это вообще ерунда будет вафелька в центре есть мороженое маленького так вот растечется но где-то будет с вафелькой где-то без вафельки дело не в этом дело во вкусе ну у меня просто нет прямоугольный еще раз повторюсь надо вот либо вот такую вот форму у меня такой нет и она оказалась и вырезать по кругу нельзя невозможно по всему потому что она поуже ну да и ладно сойдет значит нужны нам сливки у меня 20-ти процентные сливки вот такие просто квашеные 350 грамм сейчас я буду их взбивать на больших оборотов 5-7 минут перед тем как взбивать сливки я их охладила они у меня пролежали в морозильнике вместе вот с этим блюдом которым я буду взбивать вместе вот с этими венчиками которыми я буду взбивать они у меня все вместе лежали в морозилке полчаса ну и все взбиваем 5-7 минут потом будем добавлять грищенку так вот такая вот у нас получилась масса взбивала 7 минут сейчас тонко струйка буду добавлять сгущенку ну и все взбиваем получившиеся смеси напомню здесь у меня было 350 грамм сливок 20-ти процентной жирности можно брать жирность больше меньше наверное не подойдет меньше 20 ну могут либо не взбиться но в общем надо хорошие сливки жирные вот вот я даже не знаю вот эту вот красоту мне сверху закрывать вафли или нет сейчас она маленечко схватиться там я подумаю закрывать или снизу вафельку оставлю сверху закрывать ничем не буду и все убираем холодильник до полного застывания и там покажу вам что получится когда замерзнет и будем с ли русской пробовать да вот а так так 350 грамм сливок 20 процентной жирности и сгущенного молока я лилату опять же на глаз так здесь у меня 500 грамм грамм 200 я вылила 350 грамм сливок и 200 грамм сгущенного молока все перемешала и вафельные коржи и залила так что вот застынет вам покажем так буду готовить на обед купила такие тефтельки первый раз купила но так то у них неплохая продукция это я в магазине беру здесь у нас в городе есть такой магазин парус и у них есть собственного производства пельмешки вареники вот сквашины капусты мы брали все вкусное вот взяла сегодня попробовать вот такие тефтельки рис со свининой там что-то в общем состав такой состав неплохой ничего вроде лишнего нет посмотрю приготовлю сейчас обжарю луковичку на сковородке томатная паста закончилась добавлю кетчупа и маленько протушу вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 хватит ну в общем прошло у нас полтора часа сверху она видите какое получилось и как пенка это сбилась вылилась и так она тут и застыла пеночкой и вот эти вот маленькие вафельки они короче всплыли они такие вкусные блин ну короче она еще до конца не замерзла ну лера не дает мне покоя когда мороженое когда мороженое ну ну так то она ну еще чуть-чуть ребята это божественное мороженое до магазине конечно такое не купишь вкуснятина вам скажу офигенная прямо вкуснятина вкуснотища да дочь у меня сейчас массаж давай еще вот по ложечке съедим сейчас делаю массаж я думаю она как раз дойдет до кондиции вкуснятина блин вообще ну вафля вообще тут в тему вафелька такая подмокла и такая вообще суперская стала песня наверх я положу все-таки ту вафлю пускай это будет некрасиво но это будет супер вкусно за красотой мы не гонимся а гонимся мы за вкуснотой все закрываю обратно ну как доча обалденно да вкуснятина вот это да ну мороженое у меня получилось если по деньгам так вот что 220 рублей вот такая вот посудинка 220 рублей это если даже покупать вот какой-то там килограммовое я не знаю принципе она то на то и выйдет так здесь такая вкуснота из настоящих сливок 20 процентных без всяких примесей без всякой ерунды фигни только одна сгущенка и только одни сливки и больше нет ничего вообще вкуснятина знаете какая у нас сегодня погода небо голубое солнце вообще второй день завтра у нас обещают вообще 5 градусов там 35 по области вот снеговик у нас тает по моему помаленечку какой-то он стал отекший весь весь стекший так что вот сейчас маленько поработаем и пообедали тефтельки эти получились но конечно не домашние но съедобные нормально и рис получился я уже показывала прям рассыпчатый вкуснятина здесь у меня еще осталось куча коржей вот короче мы такое теперь будем делать да еще знаете я вам сейчас подскажу это если кто будет делать рецепт вот поэтому мороженое по этому рецепту то можно заменить эту как ее господи сгущенку можно заменить на вареную сгущенку и тогда у вас получится вкус крем-брюле также сливочки и вареная сгущеночка и тоже будет вкусно следующий раз я наверное так и сделаю вот так что коржей у нас полно будем делать свое мороженое да и будем лопать намного вкуснее чем в магазине хоть с вареньем хоть шоколадным крошечку шоколадку потереть хочу в общем вкусно попробуйте я думаю вам понравится обалденно вкусно вообще только вот я не пойму вот в этом рецепте вообще вот это вот вафли она короче это или может быть так не видно мне показалось что она прямо так не такая мягкая как у нас но это конечно не мешает вкусу но она прямо сверху такая как вот ну да фиг его знает короче может мне показалось ну в общем в любом случае вкусно пробуйте экспериментируйте я тоже сюда очень люблю экспериментировать именно вот так вот с такой вафли мороженое я делала в первый раз как бы делать и я его делала всякое разное там и с бананом и совсем а вот с вафелькой это первый раз ну вкусно она вот я говорю так вот прям маленечко подмякла обалденно прям и мороженое такое прямо насыщенное сливочное очень вкусно так что пробуйте во сколько у меня массаж через 40 минут до застынет и мы еще будем с лерой кушать да хорошо договорились